Девушки отдыхают Дарк Соуса Любителям хедкорда Показываю мастер-класс прохождения На невероятнейшем уровне При этом показываю различные схемы Объясняю И непосредственно обучаю Так как я являюсь мастером И практически знаю все о игре Дарк Соуса И мы начнем В краткости о предыдущем видео Показал я одну из Тактик Схема Использования Звуковой приманки Дабы убить серебряных рыцарей И дропнуть на них Ихнее вооружение После чего я показал Более гуманные И интересные варианты Вытащил очередной Козырь из рукава Показав его вам И расправился с некими Серебряными Рыцарями Тактично расправился с Великанами Стражниками Элитными В зале Перед входом К боссу Продемонстрировал Где можно призвать Фантома После Дропнул оружие Из неких Демонов Летучая мышь А после отправился В уезд нежити Дабы заточить Оружие На плюс 10 Чтобы создать Уникальное оружие Из души Боссов И благополучно Вернулся С помощью Косточки Возвращения Цель В принципе Достаточно Проста Это Расправиться С серебряными Рыцарями На своем пути Уничтожить Подового Рыцаря Латрека После чего Создать Оружие Из души Боссов Заточить Некоторое По возможности Хотя Душ Я скажу Немного 85 душ Это я бы сказал Ну Маловато Маловато Ребят То есть Заклинание У нас Можно использовать Починку В дальнейшем Можно Ну дальше В принципе Мы Также Убиваем Различных Серебряных Рыцарей Получаем С них Души Души Пойдут На Прокачку Оружия Непосредственно Ну Или Закупа Ресурсов Продолжение следует Получили по 1200. Отлично, стрелы драконобойца три штуки. Каждая стоит по 500 душ. Это неплохо. Как вы заметите, ничего сложного нет. Главное, грамотно и тактично подходить к своему делу. Я стараюсь не часто играть, а больше думать и размышлять. Так как у меня практики уже очень много, я не один раз прошел игру. И в то же время на новых геймплюсах. То мне это дает очень большие возможности логически и тактически подходить к тем или иным ситуациям. Ведение боя и естественно неких хитростей и ловок. Сейчас я думаю вторгнуться с помощью Черного Окра в мир Рыцаря Латрека. Естественно он там будет со своими подельниками. Это скорее всего один маг. Вроде один из копейщик. Воин. И непосредственно сам Латрек. С ним справиться с Латреком не составляет никакого труда. Но вот его ж не подельники. Естественно ему будут помогать. Там есть пару вариантов. Первый вариант это просто сагрить его на себя и убежать. Так как он у них самый быстрый. Он будет за вами двигаться. Либо же другая система. То есть мы практикуем, убиваем первого мага. Так как он самый медленный и в основном атакует на шли с заклинаниями. А потом разбираемся со всеми остальными по очереди. КОНЕЦ 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 Душа-хранительница огня. Кольцо защиты и поддержки. Пять человечностей. В принципе как вы заметите. Да. Завалить их можно. Используя даже звуковую приманку. Но тут дело в том. То что. Вы должны грамотно ей воспользоваться. Чтобы сагрить. Так же в принципе. Понимать против кого вы сражаетесь. Но я знаю более гуманный вообще способ. Как с ними там вообще. С тремя раз справиться. Они вам сделать то особо ничего не успевают. Использую там одно оружие. И все. Ну не буду рассказывать. Специально ставлю этот козырь в рукаве у себя. То есть пишите в комментариях. Если вы думаете что вы тоже знаете. Там получше меня. Буду очень рад почитать. Там ваши предложения. Там. Продолжение следует... 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 Запомните То что он стреляет, они ровно летят И достаточно быстро Даже сквозь щит Да, будут вам надамажить Так вот Когда вы в принципе Атакуете самого Драконобойца Проблем не возникает Но если вы атакуете самого Палача Смога То Арнштейн даже сквозь самого Смога может делать свои Контравыпады И рывки И даже метать молнии И стрелять и метать То есть Тем самым Как вы только атакуете этого товарища Вы подвержены Атаке Три главных фактора Первый фактор это То что Вас атакуют с разных сторон И вы против двоих Третий Автотаргет это вообще просто Подставной убийца Не раз он ее отправлял К бонфаера Сжечь кости То есть да И добивался Своей нестабильностью К тому то что Я практически погибал В большинство случаев Сражаясь с этими двумя В третьих В принципе Вас могут тупо зажать И забить Так как у вас просто кончится стамина И все Большое тут еще значение Я считаю Это ваша экипировка Стоит конечно прокачиваться В уровень Стамины В силу Ну и непосредственно Нужный вам параметр Если вам не хватает Для какого то оружия Предположим ловкости Стоит чуть чуть поднять Ловкость Да Жизнь конечно Тоже важна Но ребят За несколько там Атак усиленных Арнштейном Драконобойцем Его мега выпад Лишит вас практически 500 600 здоровья за раз Ну смогу Такая же система Он еще больше снесет Там со своими Мега атаками Значит При входе Старайтесь сразу Держаться Центра И некоторые Атаки Можно заболочить Но они все равно Пробиваются Этими Двумя боссами Босс по сути дела Это 3 в 1 Вы сражаетесь с двумя Убиваете Остается один Но на самом деле Ребят Я поговорю об этом Поточнее уже в дальнейшем Пришел к некому заключению Да И решил вам продемонстрировать Одну из своих Мастерских И гениальных Фишек Дарк соуса Как Ликвидировать Конечного Босса При этом Не используя Никакого оружия Я смирился Да С тем То что Всего этих фактов Мне никто Своевременно Не посопутствовал Не посодействовал Да и не помог В развитии моего творчества И в качестве Благодарности Там Никак Не помогал мне То есть Возможно Да Там было У каждого Там Посодействовать Ссылками Или Например Программным Обеспечением Файлами Которым Улучшили Например Стабилизацию Игрового Процессора Да Дарк соуса То есть Например Патчами На Автонаводку Или Автотаргер Чтобы он Так Не Работал Или например Фиксом На мышь Чтобы она Естественно Тоже Не мешала Мне Как многим Или Производительность ППС Вон Выдавал Стабильно Определенно Что есть Такие Патчи Или Улучшение Там Графических Характеристик То же Самое Значит Ну Все же Да Я Как бы Вам покажу Эту схему Она Работает С вероятностью 100% Ликвидирует Любого Конечного Босса Да Либо Арнштейна Либо Смолга Значит В чем заключается Вся суть Суть в том То что Не требуется От игрока Каких то Больших усилий И так же В принципе Она работает Что на первом Уровне Прохождения Что на Новых Плюсах До Препределенного Развития Значит Не требует Особо Больших Затрат И Сложности В Применении Начнем Начнем Для начала Мы Должны Себя Оснастить Ну Это Понятно То есть Я поставлю Здесь Большой щит Арториуса У него Самый Высокий Показатель Стабильности 88 А выше Нету Значит У щитов Стабильность Она позволяет Нам Не сбивать Не убивать Из нас Выносливость А если у нас Будут выносливость Значит из нас Не выбьют Щит И не пробьют По Текущему Здоровью То есть Если у нас Не будет Выносливости Мы не сможем Кувыркаться И так же Защищаться И быть в щите Так же Нам потребуется В конце концов Намозный Пирог И Небесное Богословение В качестве Защиты Мы тут Имеем Черную Шитую Золотом Перчатку Также Мы можем Установить Сюда И Черную С золотом Шитую Плащ Но Не стоит Забывать О Так называемых Перегрузках Потому что Щит И топор Очень много Весят Значит Рассказу В конце концов Вы просто Отравляете Босса Любого Вы можете Изначально Тоже так Сделать Но Есть один Такой Нюанс Длительность Вы можете Там 5-6 Секунд До Травить Босса Но При этом Вы Как бы Частично Травитесь Сами Но После чего Босс Там Заполняет Шкалу И эта Шкала Убивает Его Просто За все Время Я покажу Как бы Все это Дело И Достаточно Будет Все Успешно Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...